В этом выпуске я расскажу тебе, как получить вот этого лунного пэта. Не этого, ребят, пэта. Это подписчик. Вот этого вот. Посмотрим, что ждёт нас в новом обновлении. Помимо лесоруба, здесь ещё будет и копальня. И как мы с подписчиками наткнулись вот на такое дерево. О-о-о, нифига себе, нифига себе, золотое дерево! Бэкст, 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 бэкст. Он там! Быстрее, чудо! Всем привет! Мы продолжаем играть в нового лесоруба. И сегодня у нас произошло в этом плейсе обновление. Здесь вот у нас есть доска обновлений. Сейчас мы почитаем с тобой, что же здесь новенького. Первое, что я вижу, у нас появился здесь пэтшоп, где мы можем купить себе питомца. Появилось у нас перерождение, новые деревья. Я так понимаю, что деревья теперь продаются по 12 баксов. Сейв шотдаун. Возможно, что-то с сохранением сделали. То есть, ну, при выходе из игры все будет нормально сохраняться. Возможно, были какие-то проблемы. Every hit gives locks now. А, и теперь при каждом ударе с дерева выпадает бревно. То есть, раньше деревяшки выпадали только тогда, когда мы срубали дерево. То теперь же деревяшки выпадают, когда мы только ударяем по дереву. В общем, все стало более логично. Пойдем же, пройдемся и посмотрим на наш новенький магазинчик под названием пэтшоп. Коммингсон. Ого-го-го, вот это грузовила, грузовичок. Хочу такой купить. Я только не представляю, сколько он будет стоить. Ого, крутой, крутой камазище. Сколько же на нем можно бревна будет увезти. А вот сам пэтшоп. Пойдем глянем, что у нас здесь есть. Здравствуйте, мадам. Здравствуйте. Ох, какие здесь инопланетные пэты. Или это дроны. А фиг поймешь. Лучше пойду проконсультируюсь с продавцом. Он больше расскажет нам, что здесь, да как тут. Воу, тортила. Плюс один к урону. Птичка повышает нашу скорость атаки. Ну, то есть, мы быстрее начинаем рубить деревья. Банни, кролик. Плюс пять к скорости передвижения. Курица. Плюс три к скорости атаки. Лисичка. Плюс двенадцать к скорости перемещения. Стервятник. Плюс пять к дамагу. Мистер Пила. Нифига себе, и такой пэт существует. Короче, дает нам автоудар. Имеет перезагрузку каждую 30 секунд. Угу, то есть он не постоянный. Ясненько. Дальше у нас есть Луна. Плюс два к скорости атаки. Башка снеговика. В летнем парке башка снеговика. Так она ж растает. Плюс семь к скорости перемещения. Какая-то демоническая золотая шапка. До минус называется. Плюс четырнадцать к скорости перемещения. Причем, вот эти вот три предмета, которые вот на этой полочке, просто так получить нельзя за деньги. Что-то нужно сделать. Пока я не въезжаю. Что? Но с этим я разберусь чуть позже. И, естественно, дрон. Да, это все-таки не инопланетная тарелка. Это дрон, которого можно купить за рубаксы. И он очень быстро помогает рубить деревья. То есть у него очень быстрая авторубка. Как-то так. Но до него мы точно не доберемся. Семьсот рубаксов это слишком много. Не собираюсь я такие деньжищи тратить на него. Поэтому я прикуплю себе что-нибудь из животных. Допустим, может быть, птичку, чтобы Кехи было не так одиноко. А то мистер Мяут остался у нас в симуляторе снегоуборщика. Оттуда я его вытащить никак не могу. Ну, а мы продолжаем распил, рубку, кому как угодно. И попробуем поднакопить себе на новый топор и на нового животненького. Чтобы было намного веселее. А также будем искать новые деревья и спрятанные сундуки по всей карте. Ммм, пойду посмотрю, что можно купить из новенького оружия. Сколько оно вообще стоит, чтобы примерно прицениться и понять, сколько еще накопить нужно. Следующий топорик у нас вот такой вот прикольненький топорик за 7500 кэша. С дамагом 2,75. Очень быстрые удары. Хмм, а ну-ка у моей пилы... А у моей пилы 2,5 дамага. Но скорость у нее нормальная. Даже не знаю, стоит ли деньги на такой тратить. А ну-ка дальше. За 12500 кэша можно купить вот такую вот топорик, у которого будет 3,5 дамага. Скорость у него такая же, как у пилы будет. Но зато у него дамаг приличный. И, блин, я думаю, что стоит лучше накопить вот на него. Поэтому, Скул Сплинтер, я тебя куплю. Только немножко денег поднакоплю. Хмм, что-то я еще ни одного сундука не встретил. Нужно прогуляться. Возможно, он где-то появился, но просто я его не заметил. Камеру сейчас отдалю. И прогуляюсь. Также я еще не встретил ни одного нового дерева. Возможно, оно будет где-нибудь дальше. Где же оно может быть? Погоди. Погоди-ка. Что это такое светящиеся? Что это? Вау. Ух ты. Вот это деревяха. Надо ее срочно спидеть. Так. Слава богу, она пилится. Блин, крутое дерево. А, в принципе, за него дали ровно столько же, как и за обычное. Ни больше, ни меньше. Ну, так, неинтересно. Я-то думал, может, там древесина будет какая-нибудь. Погодите-ка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сундучок. Так. Убираю пилу. Торжественный момент. Опа. 214 долларов. Хо. Вот это нормальный наварчик. Слушай-ка, я еще поищу здесь сундучки. Может, они где спрятаны? По лесу пображу, покажу. Главное, не потеряться. Ё-моё. Вот это роскошно. А, блин, что-то я бегу-бегу. Сундуков все нету и нету. Уже скоро прибегу обратно домой. Опачки. Да ладно. Нифига себе. А, ура. Еще один, еще один, еще один. Сколько же в нем будет денежек? 119. Не, ну в том побольше было. Тот поинтереснее был. Ну, вроде бы все. Все обошел. Так что, думаю, на сегодня обход закончен. Пора вернуться и срубить что-нибудь. Ух ты. Там появилось синее дерево. Не знаю даже, стоит ли его рубить, если оно обычное. По сути, столько же дерева дает и продастся за столько же денег, как и обычное. Так что, пускай кто-нибудь другой рубит. А я еще вот здесь пройдусь. А также вы писали в комментариях, что есть еще один код, который дает деньги. Сейчас посмотрим, проверим. Так, по-моему, W.S.A.D. Ну-ка. Нет, нет такого. А ну-ка еще раз. W.S.A.D. Капец. Капец. Может, там тоже сундучки появились. Сейчас быстренько я туда сбегаю. Ты видишь? Ты видишь сундук? Видишь его? Я тоже его вижу. Боковым зрением. Мое косоглазие меня не подводит. Хе-хе. Даже еще нет у меня косоглазия. Да, сундучок, сундучок. 190 долларов. Блин, все-таки не зря я сделал круган. Еще один. 190 долларов. В принципе, очень даже неплохо. Ну, естественно, я со своего рюкзачка больше получаю денег. В раз так пять больше, чем в этих сундуках. Но все-таки поиски сундуков, это же так круто. К тому же их здесь почему-то никто не ищет. Ух ты. Нифига себе, что я нашел. А раньше здесь в этом туннеле не было такого. Это типа арсенал весь. Коммингсон. О, да ладно. Здесь будет новое оружие. Офигеть. То есть, вы хотите сказать, что здесь можно будет потом бурить, копать пещеры? Ну, вы только посмотрите, какие здесь кирки, молоты, отбойные молотки, буры. Жесть. В общем, ясно. Помимо лесоруба, здесь еще будет и копальня. Офигенно. Офигенно. Ждем с нетерпением этого обновления. У меня в кармане 4600 долларов. И я думаю, что пора уже прикупить себе питомца. Итак, кого же купить? Точно это будет не черепаха. Бёрд. Блин. Походу, мне только на черепаху хватает. Бёрд стоит 6 ксарей. О, блин. Что-то я немного не подрассчитал. Ладно. В общем, покупаю сейчас черепаху. А потом... Ну, 1000 долларов, в принципе, оно ни туда, ни сюда. А потом куплю птицу. Покупаю. Черепашка по имени Наташка. Блин, черепаха, ты левитируешь? Ты магическая черепаха. Ты необыкновенная. Ну, пойдём тогда рубить деревья. Я, наверное, буду пилить, а ты будешь вгрызаться своими зубами в корни этого дерева, чтобы мы добыли как можно больше брёвен. Так. Ну, что я могу сказать про свою черепаху? Она просто монстр. Она вгрызается своими зубищами, так что деревья сразу же падают. Не, на самом деле, прибавка к дамагу очень сильно чувствуется, и деревья действительно намного быстрее стали рубиться. Ну, в моём случае, пилиться. Насчёт этих пэтов. Мой совершенно английский перевёл это следующим образом. Конечно же, не без помощи гугл-женщины. Посмотри на ночное небо и превратись... Ну, короче, как бы и стань ветряным оружием. Ну, виндмилл это же ветряная мельница, ну... И армс это оружие, ну как это соединить? Ну, ветряным оружием это... Короче, я не знаю, ребят. Ну, со снеговиком тут всё понятно. Здесь нужно код на ютубе найти. Я его не нашёл, фиг его знает, где оно. Так что, если вы его найдёте, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Буду очень вам признателен и благодарен. Зуминг масштабирования... Масштабирование через форест, через лес нравится никогда before. Короче, я нифига не понял, ребят. Как это масштабировать себя через лес? То есть, проникая через лес, чтобы получить вот эту штуку... Какая-то дичь, если честно. В общем, если вы что-то знаете по поводу этих пэтов, то, пожалуйста, напишите в комментариях. А у нас сейчас на дворе ночь. И у нас есть один пэт, который говорит, что посмотри на луну и превратись в ветряное оружие или в мельницу, или в чё там. Короче, вот я смотрю на луну. Что мне с ней делать? Я там ничего не вижу. Ребята, я получил бейджик в ветряной мельнице. Я понял, как это сделать. И раз я получил бейджик, то и, соответственно, я смогу получить сейчас пэта. Но прежде я вам сейчас объясню, что я делал. Короче, пока идёт ночь, вам необходимо взять в руки топор, пилу, чё у вас там есть. И очень быстро распиливать деревья. Просто капец как. Я делал вот примерно так. Просто психуем и пилим, 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 бегаем, бегаем, бегаем. Желательно это делать по кругу. И тогда у вас всё получится. И ещё попробуйте сделать акцент на белые деревья. Возможно, это тоже сыграет свою роль. Потому что я когда пилил, я так и не понял, как это всё сработало. Короче, ребята, суть в скорости. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов, что вы получите этот бейджик. Ну и, естественно, вот этого лунного пэта. Не этого, ребят, пэта. Это подписчик. Вот этого вот. Ну а я бегу в пэтшоп и хочу посмотреть, неужели я получу этого пэта. Так. Да, вы посмотрите, действительно. Вон оно, чё было-то. Экипируем. И теперь у меня есть луна. Лунная призма, помоги мне. Или как там говорят. Эх. Так, а что она даёт? Надо сейчас посмотреть. В общем, плюс 2 к скорости атаки. Это даже лучше, чем птичка. А птичка даёт всего лишь... А птичка даёт всего лишь одну скорость атаки. К тому же я сэкономил 6000 долларов. Офигенно. Так, нужно теперь проверить скорость нашего распила. Ну вот, например, вот тут вот. Ну-ка. Ааа. Чё-то пока как-то непонятно. Хотя... Я вам могу сказать, что очень-очень заметно. Быстрее я стал пилить. Офигеть! У меня теперь такая бешеная скорость. Ты только глянь, как я сейчас срублю вот эти вот подряд все деревья. Поехали! Я просто какой-то псих. Маньяк деревенский. Ээээ, страшный сон деревьев, я хотел сказать. Маньяк деревенский. О-о-о, нифига себе Нифига себе, золотое дерево Пацаны, пацаны Офигеть, фига, нифига, нифига себе Ребята, рубим, рубим, рубим Жесть Офигеть Вы видали? Конечно, я его не успел срубить, ребята его рубанули Но думаю, что там ничего тоже такого Крутого просто Ну просто оно золотое Я тут, короче, немножечко Психанул и 26 Косарей долларов накопил И что мы сейчас сможем с тобой купить? Ну-кась, 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 ну-кась Точно не этот топор Вот это вот мы с тобой купим Драконию, да пофиг, что здесь на английском написано Это будет драконий серп Покупаем Ну-кась О-о-о, вот это жесть Вот это мощь, ну-ка пойдем попробуем Что-нибудь срубить Ребята, ребят, гляньте, гляньте, гляньте Что я купил Да По-моему, всем пофиг Ну ладно Я пойду тогда один порублю Итак, первые пробы О-о-о, нифига себе вот эта скорость Жесть Ты только гляньте, какой скорость Это еще погляньте, чем пила Офигеть Вот это скорость Чувствую, с таким серпом мне придется покупать Новый рюкзачок Этот тройной серп сам по себе быстрый Плюс еще дает бонус наша луна Так что это просто зверь А не оружие для распила Фоточки, фоточки Да, ребята, давайте фотоемся, фотоемся Так, сейчас я уберу свой тройной серп Вот так вот О-о-о, банда Че, все Сфоткались Блин, пока мы тут фоткались Дерево выросло Прям, прям передо мной Надо его срубить Ну что, ребята Думаю, что пора закругляться Если вам понравилось То не забываем оставлять комментарий По поводу этого плейса Ставите лайки То есть пальцы вверх И подписывайся на канал Если ты еще не подписан Всем удачки До нового видосика Пока Субтитры сделал DimaTorzok